Боком, да, Сережа? Да. Да, боком. Боком, боком. Вот, глазницы, не бачишь? Эти кадры они снимали сами. Останки советского солдата нашли прямо в огороде, в посёлке Коротич. Легенда о том, что здесь, под сиренью, бывшая хозяйка дома закопала мёртвого бойца, ходила в семье Николая десятилетиями. И только сейчас он решился проверить, так ли это. Тело обнаружили почти сразу. Солдат лежал со сложенными на груди руками, весь скелет был сечён боевым железом. Фаланга пальца был обнаружен, осколок. И раздроблена фаланга пальца. Советские пуговицы со звёздами, пряжки и ботинки. Всё, что уцелело от тлена. Теперь останки неизвестного солдата хранятся в сарае. Забирать и хоронить их никто не спешит. В Коротич за последний месяц это уже четвёртая подобная находка. В августе останки троих бойцов нашли у переезда. Тогда у историков появилась версия. Это трое пропавших без вести курсантов. Бои здесь были жестокие. Пришлось подключать почти мальчишек. Гвардейский учебный батальон. Вроде бы, якобы, за этот бой, ну это буквально метров 300 отсюда, перед переездом сразу, четверо их пропало без вести. Может, это даже и четвёртый. Тем троим повезло больше. Их нашли до дня освобождения посёлка. Поэтому к празднику похоронили как нужно, в братской могиле. За четвёртым не едут уже вторую неделю. Обращаясь в постсоветы, в военкоматы, в отдел культуры, никто не приезжает. Может быть, сами захороните, а может быть, давайте мы заберём его. Пускай лежит до следующих праздников, ну, когда ли, до мая месяца, вот праздник. Всё, на этом всё затихло. Председателя постсовета на месте застать не удалось. На больничном. Другие сотрудники лишь пожимают плечами. Дескать, все вопросы к нему. Останками таких неизвестных бойцов испещрена вся земля Харьковской области. Журналист Игорь Поддубный, ко дню освобождения города, снимал фильм в августе 43-го. Говорит, сам ужаснулся, когда выяснил, из полумиллиона воинов, погибших в боях за Харьков, лишь половина похоронена. Остальные лежат по полям и огородам. Когда ты думаешь о том, что так вообще, вот где-то ещё 250 тысяч лежит, особенно вот на окраинах Барвенковского котла, в направлении на Старый Салтов, когда переезжаешь в Харьковскую область, только выехал с неё, то ты как бы понимаешь, что война ещё продолжается. А у Николая и его товарищей своя война. За то, чтобы одного единственного солдата, который защищал свою землю, наконец забрали из картонной коробки. Лидия Калинина, Виталий Осьмачко, Медиагруппа «Объектив».